Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале UK English, с вами Елена Викторовна. Вы попали в раздел «Разбор английских текстов уровня Intermediate». И в этом блоке уроков мы с вами слушаем английские тексты, подробно разбираем их с точки зрения интересных грамматических конструкций слов, устойчивых выражений. После этого еще раз слушаем этот текст. Таким образом, вы тренируете свое аудирование, то есть понимание на слух, а также запоминайте новые интересные слова, выражения, связки, фразовые глаголы в контексте, что довольно-таки хорошо запоминается, и такой метод работы довольно-таки эффективно работает. По крайней мере, многим ученикам он нравится, и люди пишут об этом. Я очень рада, что мои уроки приносят вам пользу. Итак, если вы готовы, то сегодня мы разбираем текст, который называется «Home alone» – «Один дома» или «Одна дома». В данном случае, героиня наша – женщина. Давайте прослушаем этот текст, и после этого мы будем его более детально разбирать. Первый слайд, второй слайд – это весь текст. Три и четыре – это устойчивые выражения. Ну что ж, если вы готовы, давайте прослушаем материал. Поехали. Поехали. Итак, теперь давайте подробно разберем все по сути. Some people are afraid to be alone. Некоторые люди боятся оставаться одни. Be alone – быть в одиночестве, оставаться где-то одному. То есть, alone – это один, одинокий. Я думаю, что это слово вам уже встречалось. И связка be afraid – бояться в русском языке. Это глагол в английском языке, afraid – это прилагательное. Глагол в данном случае – это be, который будет меняться по временам. That is true of my wife. Это правда о моей жене. Это является правдой истиной для моей жены. We live in a nice neighborhood, but she is still afraid when she is alone at night. Мы живем в хорошем районе, но она все еще боится, когда она остается одна ночью. We live – мы живем, где in a nice neighborhood – в хорошем районе. Neighborhood. Переводим как район, как район проживания. Neighbor – это сосед. Neighborhood можем близко перевести как соседство, но это не совсем корректный перевод. Все-таки район, именно район, где вы живете, отлично сюда вписывается. But she is still afraid, но она все еще боится. When she is alone at night. Когда она остается одна ночью. Ночью – at night с предлогом at. I think she suffers from a slight case of paranoia. Я думаю, что она страдает от легкой стадии паранойи. Или у нее чуть-чуть паранойя. I think, я думаю, she suffers from. Она страдает от. Когда говорят какой-то диагноз человека, он страдает от такой-то болезни, от такого-то диагноза. В английском языке очень часто фраза строится так. He или she suffers from. После этого вы указываете диагноз. В данном случае a slight case of paranoia – легкий вариант паранойи. Slight – это легкий. Slight case of paranoia. То есть, у нее небольшая паранойя. Она чуть-чуть паранойя. Вот так можно перевести. Это будет хорошо по-русски звучать. Но, как видите, в английском предложение строится по-другому. И paranoia – это действительно диагноз. She suffers from paranoia. Она страдает от паранойи. I don't like to leave her alone. But every so often I have to go out of town. Я не люблю оставлять ее одну, но время от времени мне приходится уезжать из города. I don't like – я не люблю. Что делать? To leave her alone – оставлять ее в одиночестве. But every so often – но иногда. Every so often – время от времени иногда. I have to go out of town. Мне приходится уезжать из города. Go out – уезжать. Have to – должен, вынужден, приходится. Итак, мы разобрали выражение be true of – быть правдой по отношению к кому-то. That is true of my wife. Suffer from – страдать от чего-либо. She suffers from paranoia. И every so often – стоящего выражения время от времени. Every so often I have to go out of town. Двигаемся дальше. One time I had to travel to attend the funeral of an aunt who had passed away. Однажды мне пришлось уехать, чтобы посетить похороны моей тетушки, которая умерла. One time – однажды. I had to – снова видим оборот have to. В данном случае он стоит в форме past – прошлое. I had to travel – я должен был уехать. Для какой цели? To attend – чтобы посетить. Мы видим, что цель мы указываем через стандартную схему to плюс глагол, который здесь показывает цель нашей поездки. Travel to attend – путешествовать, уехать, чтобы посетить. Что посетить? Какое место? The funeral – похороны. Запоминаем слово funeral – похороны на английском языке. Чьи похороны? Funeral – of. После of мы указываем того, кто умер. Of an aunt – тетушке. Или aunt – британцы скажут. Who had passed away – которая умерла. Pass away – это вежливый способ сказать о том, что кто-то умер. То есть это слово-связка-заменитель. Можно сказать «дай», но это звучит, знаете, как грубо, а смерти никто говорить не любит. Вот если нужно сказать, что кто-то умер, вот никак не уйти от разговора о смерти, то очень часто используют именно вот такую вот заменительную конструкцию to pass away – как отойти в мир иной. One time I had to travel to attend the funeral of an aunt who had passed away. My wife was feeling under the weather and decided to stay home. Моя жена плохо себя чувствовала и решила остаться дома. Итак, выражение under the weather переводится как нездоровится, приболел. То есть когда у человека недомогание, плохое самочувствие, вот знаете, как у нас говорят, это из-за погоды, вот у них, может быть, тоже так говорят – under the weather. Запоминаем оборот. Under the weather – приболеть, и он в принципе буквально не имеет никакого отношения к погоде, друзья мои. My wife was feeling – моя жена себя чувствовала. Обычно глагол feel не используется в форме continuous, но в данном случае, чтобы выделить, что именно в тот момент она себя плохо чувствовала, чтобы зафиксировать эту ситуацию, мы можем отойти от общего правила и использовать feel в форме continuous. My wife was feeling. Under the weather – and decided to stay home. И решила остаться дома. Stay home – остаться дома. Decided – решила. That evening someone knocked at the door. В тот вечер кто-то стучал в дверь. Someone, кто-то, что он сделал? Knocked – постучал. Knock – это стучать. Обратите внимание, что K не читается. On the door – в дверь. Обращаем внимание, что предлог on в английском языке не соответствует русскому предлогу ВУ. У нас как бы буквально кулак врезается в дверь, а по-английски стучат по поверхности двери. They knock on the door. My wife was in the living room at that time. Моя жена в то время была в гостиной. Living room – гостиная. At that time – в то время. The person knocked again. Человек снова постучал. My wife just stayed put in the living room. А моя жена просто стояла неподвижно в гостиной. Смотрите, stay put. Где-то вот оно. Оставаться на одном месте, не двигаться. То есть она, знаете, как замерла от страха. She stayed put. Stay put – это устойчивая связка. Вы должны ее запомнить. Stay будет меняться по временам, put меняться не будет. My wife just stayed put in the living room. А моя жена просто застыла в гостиной. Вот это ж оцепенение такое. She stayed put. She didn't answer the door on account of the fact that she was a little scared. Она не отвечала на стук двери по той причине, что она испугалась. Она немножко испугалась. She didn't answer the door. По-русски я говорю, она не ответила на стук двери. По-английски she didn't answer the door. Здесь уже слово стук. Видите, оно выпало, оно подразумевается. On account of по причине того что или из-за того что. Всю связочку запоминаем. Предлог on, слово account и предлог of. Все вместе образует одну смысловую единицу. On account of по причине того что или из-за того что. The fact – из-за факта that she was a little scared. Что она немножко испугалась. She didn't answer the door on account of the fact that she was a little scared. Итак, мы с вами разобрали уже почти все выражения. Осталось только три новых связочки на этом уроке. И двигаемся к слайду номер два. The person at the door kept knocking and then spoke up. Человек у двери продолжал стучать, а затем заговорил. Speak up – это говорить. Имеется в виду говорить вслух. The person kept knocking. Человек продолжал стучать. Когда вы продолжаете что-то делать, делайте, делайте. Вот это нудно, монотонно, одно и то же. По-английски это называется you keep doing that. Вы продолжаете это делать. Вы это делаете снова, снова и снова. Нужно запомнить такой момент, что после keep, или kept в данном случае вторая форма глагола, следующий идущий глагол используется с окончанием ing, то есть в форме герунди. So the person at the door kept knocking and then spoke up. Hello? Hello? Человек сказал. Здесь hello не обязательно переводить как здравствуйте, здравствуйте. Мы обычно в данном случае говорим эй, то есть мы пытаемся призвать человека получить какой-то ответ. В английском языке в этом случае используется слово hello. Hello? My wife was becoming more and more anxious. Моя жена становилась все более и более нервной. My wife was becoming. Мы видим форму past continuous. Опять же, чтобы подчеркнуть процесс, она именно в этот момент, когда человек этот стучал, he was knocking, и человек говорил hello, hello. She was becoming more and more anxious. Она становилась все более и более нервной. Anxious. Нервный. Взволнованный. More and more. Все более и более. More anxious. Это сравнительная степень прилагательных. Anxious в данном случае это прилагательное, которое используется после глагола become, который подразумевает состояние. She wished the person would cut out the knocking and go away. Она просто хотела, чтобы человек перестал стучать и ушел прочь. Она хотела, чтобы человек. В английском это звучит так. She wished the person. Слово чтобы выпадает в английской конструкции. Обычно мы говорим, что кто-то wish желает. И дальше, если он желает действия от человека, то мы указываем этого человека. The person. После этого указываем желаемое действие. И обратите внимание, что здесь оно подается в форме would плюс инфинитив. She wished the person would cut out the knocking. Связка cut out переводится как прекратить, перестать что-то делать. Cut out. Перестань, прекрати. Что он здесь мог прекратить? The knocking. Стук. And go away. И чтобы он ушел прочь. Then my wife had an idea. И вдруг к моей жене в голову пришла идея. Have an idea. Пришла в голову идея. My wife had an idea. В голову моей жене пришла идея. She started barking like a dog. Она начала гавкать, как собака. Такая вот странная идея, да, в голову пришла. Ну, вы знаете, когда человек напуган, ему действительно иногда в голову приходят совершенно сумасшедшие идеи, которые являются плодом его воображения. Например, какие-то страхи приходят, которых в принципе не может быть. Даже головой, если понимаешь, что этого быть не может, все равно начинаешь себя накручивать. Но здесь жена подумала, что, видимо, человек услышит собаку и убежит, да, при том, что она тявкает явно не как собака, а как человек. So, she started barking. После start можем использовать либо инфинитив, либо герундию. В данном случае используется герундию, то есть глагол с окончанием ing. Like a dog, как собака. Я хочу обратить ваше внимание, что like в данном случае это не глагол, это в английском языке предлог, в русском мы переводим словом как. Bark like a dog. Тявкать, как собака. Bark – это light тявкать. The person at the door stopped knocking and went away. Человек у двери перестал стучать и ушел прочь. The person at the door – человек у двери. Обратите внимание, что здесь используется предлог at, потому что человек стоял в какой-то точке. Например, если вы стоите возле двери, you are standing at the door. Если вы стоите на остановке, you are standing at the bus stop, for example. То есть, если указана какая-то точка, возле которой находится объект, в этом случае в английском языке используется предлог at. The person at the door – человек у дверей stopped knocking, перестал стучать. После stop в английском языке следующий тущий глагол всегда используется в форме герундия. И никогда мы инфинитив не используем. Здесь нужно запомнить. Stop doing that – перестань это делать. Stop knocking – перестань стучать. So, the man stopped knocking – человек перестал стучать and went away и ушел прочь. The next evening I was home when the boy who delivered our newspaper came to collect money for us. Следующим вечером я был дома, в то время как мальчик, который доставляет наши газеты, пришел, чтобы забрать деньги. The next evening – следующим вечером. I was home – я был дома. Обращаю внимание, что можно говорить I was at home, можно говорить I was home без предлога. Это абсолютно не важно, смысл при этом не меняется. Итак, что там было? When the boy, когда мальчик, какой мальчик? Who delivered our newspaper, который доставляет наши газеты. Это придаточное предложение relative clause. В английском языке оно запятыми не выделяется. Итак, этот мальчик, the boy, came, пришел. Зачем? С какой целью? To collect money, чтобы забрать деньги. Collect – можем переводить как собирать, можем переводить как забрать. Что он хотел забрать? Деньги – money from us – у нас. Еще раз прочитаем это длинное предложение. The next evening – I was home when the boy, who delivered our newspaper, came to collect money from us. He told me – I came here last night, but your wife started barking at me, so I left. Он мне сказал, я пришел вчера вечером, но ваша жена начала гавкать на меня, поэтому я ушел. He told me – он сказал мне. Дальше идет его речь в кавычках. I came here – я пришел сюда last night, прошлым вечером, but your wife, но ваша жена, started barking, начала гавкать от me, на меня, so I left, и я ушел. I guess our paper boy can tell a dog's bark from a human's bark. Думаю, что наш мальчик может отличить гавканье собаки от человеческого гавканье. У нас уже был оборот – tell from, отличить от чего-либо, отличить что-то от чего-либо другого, вот он нам еще раз попался. I guess, я думаю, наверное, our paper boy – наш газетчик, наш мальчик-газетчик. Я думаю, вы знаете, что в Америке многие подростки, дети-подростки подрабатывают. Один из способов такой подработки – это мальчики по утрам до школы развозят газеты, за это им оставляют денежку. В принципе, это их способ научиться хоть как-то зарабатывать первые деньги. Я считаю, что это очень даже неплохо. Я, например, была бы рада, если бы мои дети могли в довольно-таки комфортных условиях получить первый опыт зарабатывания денег. В Америке к этому все спокойно относятся, у нас пока что… Я бы, например, не рискнула одного маленького ребенка у нас отпустить одного по утрам, ходить по подъездам, кому-то там оставлять газеты. То есть у нас эта ситуация просто нереальная, кажется, да? Ну, мало ли, может, когда-нибудь уровень безопасности в нашей стране и во всем СНГ повысится, и это будет очень здорово. Итак, a dog's bark – гавканье собаки, a human's bark – гавканье человека. Еще раз читаем это предложение. I guess our paper boy can tell a dog's bark from a human's bark. Or maybe he knew my wife was home all alone. А может, он просто знал, что моя жена была дома все это время. Не знаю, что он там подумал, но, наверное, мужу было немножко стыдно, что ли, за странности своей жены. А может быть, и не было. Знаете, если они вместе, может, он ее просто любит и прощает ее. Her little paranoia. Yes? Окей, друзья мои, давайте еще раз прочитаем новое выражение, которые нам попались в этом тексте. Be true of – быть правдой в отношении чего-либо. Suffer from – страдать от чего-либо. Every so often – время от времени. Pass away – умереть. Это связка-заменитель. Under the weather – приполеть. Stay put – оставаться на одном месте, не двигаться. On account of – из-за чего-либо. Speak up – говорить, говорить громко. Cut out – прекратить или перестать что-либо делать. All alone – все время. Вот такие вот выражения, такие вот слова, такой текст. Надеюсь, вам понравился. И теперь переходим к следующей части нашего урока. Разбор этих фраз уже с толкованием на английском языке, а также примеров. Этот блок нашего урока полностью на английском языке. All right, now here comes my favorite part. We recite everything. We've learned what – but we do it totally in English. Now, first word combination is all along. It means the whole time. We knew about the surprise party all along. So it means that we knew about it all the time from the moment we decided to have a party till it actually happened. A small dialogue. Who sent you all those secret love notes? I thought it was John, but it really was Jim all along. We can paraphrase and say for the whole time Jim did it. Be true of – it means that something we're talking about is correct. That stereotype is not true of all women. There is a stereotype – some people believe that it is correct and it can be related to every woman, but it is not true. I hate dogs. They're always so noisy. But that's not true of all dogs. Mine is very quiet. Of course, it can't be true about all the dogs. Some dogs, they bark very loudly. Others don't do that. It's not true about all the dogs. It's not correct when we're talking about the whole amount of dogs in the world. Yes? Cut out means stop. Stop doing something. I'm trying to cut out drinking during the week. By the way, if we use a verb after cut out, we use it with the same rules as after the verb stop. So when we say stop doing that, we also say cut out doing that. So we should use verb with inform after cut out. Cut it out. When you want the person to stop doing that, you can tell him cut it out. It's possible to say it. If you and this person are friends, this is an informal way to ask someone to stop. What do you think of my new dance moves? Cut it out. I'm trying to study. I ask you to stop. I ask you not to interrupt me. And I say cut it out. Every so often means sometimes. Every so often he goes to a movie by himself. Sometimes from time to time. Or every so often he does this thing. Sometimes every so often from time to time means the same thing. We hear from our friends in Canada every so often. So we get news from them or they call us or contact us in some other way every so often, sometimes. On account of means because of. She didn't call us on account of the fact. She was busy. By the way, it's very often that we use this word combination account of with the fact. On account of the fact and then after that we express the fact we want to talk about. This sentence can be said in another way. She didn't call us because of the fact she was busy. On account of the hot weather we stayed indoors. The reason why we stayed indoors was the hot weather. On account of the hot weather we did that. Pass away means die. My grandmother passed away last year. It also means very often that someone died because of natural causes. So grandmother died because she was old. She was maybe unhealthy and she passed away. When did he pass away? It's the same as when did he die? And a picture. The game was cancelled on account of the rain. The game was cancelled because of the rain. Next. Speak up means say something aloud. Because you want everyone to hear you. I can't hear you. Speak up. We can say the same thing. Speak loudly. These are synonyms. They give the same meaning. No one spoke up in class. So the teacher asked the question again. Everyone was quiet. Nobody wanted to stand up. Say his opinion. So no one spoke up. Stay put means not move. Stay in the same position where you were. I will go and look for him, but you stay put. So stay here. Wait for me. Go nowhere. Stay put. He stayed put in his company even though many of his co-workers quit. He didn't leave the company. He stayed in the same position as he were. He stayed put. Jake is on the phone. He just arrived at the airport. Tell him to stay put. I'll go to pick him up. Tell him to not move, not to take the cab by himself. Wait for me. Wait where you are. Stay put. Suffer from means be ill with or bothered by some problem. My mother suffers from depression and feels this condition. She suffers from it. She suffers from depression. People who use computers all the time often suffer from back problems. Back problems. These are problems with the back of the person. People may suffer from back problems if they sit all the time. Everybody knows that. Under the weather means a little sick. Not like very sick and you need hospital, yes? But something is wrong with health. You are under the weather. I'm feeling a bit under the weather. Are you feeling under the weather? Why are you going home early? I feel a bit under the weather. So if you see that something is wrong and you suppose that the person may be a little sick, you can ask him. Are you feeling under the weather? This is a good way to know about the physical condition of the person. I think that here we can finish our lesson. I hope that all these phrases will be useful to you. See you next time. My name is Yelena. My channel's name is OK English. And see you next time. Bye-bye. Some people are afraid to be alone. That is true of my wife. We live in a nice neighborhood, but she is still afraid when she is alone at night. I think she suffers from a slight case of paranoia. I don't like to leave her alone, but every so often I have to go out of town. One time I had to travel to attend a funeral of an aunt who had passed away. My wife was feeling under the weather and decided to stay home. That evening, someone knocked on the door. My wife was in the living room at the time. The person knocked again. My wife just stayed put in the living room. She didn't answer the door on account of the fact that she was a little scared. The person at the door kept knocking and then spoke up. Hello? Hello? My wife was becoming more and more anxious. She wished the person would cut out the knocking and go away. Then my wife had an idea. She started barking like a dog. The person at the door stopped knocking and went away. The next evening I was home when the boy who delivers our newspaper came to collect money from us. He told me, I came here last night, but your wife started barking at me, so I left. I guess our paper boy can tell the dog's bark from a human's bark. Or maybe he knew my wife was home all along.